Друзья, всем привет! Я даже не планировал записывать данный видеоролик, но это будет просто-напросто экстренное включение. Знакомьтесь, рядом со мной сидит Галина Владимировна. Галине Владимировне 65 лет, и она обратилась ко мне с просьбой. Говорит, Дмитрий, хочу-ка я себе машинку поменять, нужно мне еще поездить на чем-нибудь лет 10. Я говорю, не вопрос, Галина Владимировна, поможем. Если вы сейчас зайдете на официальный сайт Киа и посмотрите Киа Пиканто с мотором 1,2 литра в комплектации Comfort, тот самый автомобиль, который хочет она купить, он стоит по цене 800 тысяч рублей 2019 года. Галина Владимировна, напомните, пожалуйста, звонили вы кому-то, какое вам предложение сделали на автомобиль, по какой цене вам предлагают его купить? Вот салон Эксперт, Эксперт Авто, что ли он называется, или Эксперт Моторс. Они мне предлагают Киа Пиканто 2018 года в комплектации Comfort 1,2 за 440 тысяч рублей. То есть, чтобы вы понимали, у Галины Владимировны был сын, к сожалению, он умер, она сейчас с мужем только живет, ей обратиться некому, она позвонила мне, говорит, Дим, я смотрю YouTube, я подписан на Instagram, лайк, там, подписка, респект, уважуха. И я слова, мол, помоги мне с машины, говорю, да не вопрос, сейчас все решим. Когда мы ехали к официальному дилеру, я ей сказал, что Галина Владимировна, невозможно, 800 тысяч машина стоит, плюс мы сдадим в трейд-ин, кредит возьмем, она говорит, да ты чего? Мне нужен кредит такой, чтобы я могла платить по 5 тысяч рублей. Ей каждый день с какого-то там салона названия, да, вот, и приглашают ее, мол, приезжайте, приезжайте, все будет здорово. Для чего я это записываю? Я думаю, многие из вас уже поняли, что сейчас будут совсем другие условия, но она хочет убедиться. Да, я хочу убедиться. Поэтому мы сейчас сходим, посмотрим, и я вам доложу в онлайн-процессе, что же нам предложит этот эксперт моторс. Пойдемте вместе с нами. Есть хорошая поговорка, сэкономил, считай, заработал. Но как только речь заходит о скидках в голове, у каждых появляется мысль о том, что ага, обман здесь кину, там накину. Друзья, сегодня купить что-то в интернете, это та еще задачка. Так, например, мне для записи интервью с владельцами автомобилей понадобились микрофоны дополнительно. Одна петличка у меня, вторая петличка у него, для того, чтобы для вас ролик стал более смотрибельным. Я уже больше не экспериментирую вообще. Все, что я делаю, это захожу на Е-каталог, пишу нужный мне товар и сразу вижу всю подборку по товару и по цене самое главное. Если начать искать самому, то вот эти микрофоны в одном магазине продавались по цене 36 тысяч рублей, в другом 27 тысяч рублей. Опять же, зайти, посмотреть, позвонить, есть в наличии, нет в наличии, Е-каталог решает все вопросы. Все, что тебе нужно, в поисковой строке написать интересующий тебя товар и после этого ты увидишь всю подборку по цене. То есть, он тебя не призывает что-то у них купить, нет призыва, перейди по ссылке, купи себе микрофоны. Если тебе понадобился какой-то товар, ты просто поэкспериментируй. Зайди, напиши, посмотри подборку цен. Вот эти микрофоны я купил по цене 25 тысяч 408 рублей. Это была самая низкая цена на момент июня 2019 года. Перейдя на Е-каталог, вы поймете, что вы можете найти через него абсолютно любой товар. Так, например, в ближайшей осени я планирую поискать через них зимнюю резину на свой автомобиль. Все, что мне нужно будет сделать, определиться с моделью, забить сюда и я сразу вижу всю подборку. Это круто. В том числе, iPhone 7, iPhone 7 где был куплен? Через Е-каталог. Поэтому, друзья, ссылочка на Е-каталог остается в описании. Любую ближайшую покупку, прежде чем совершать, посмотри подборку цен именно через Е-каталог. Мы сдаем в трейд-ин Сузуки Игнес. Машина 2005 года. Пробег здесь практически 200 тысяч километров. Машина, на самом деле, в таком уже подушатом, скажем так, состоянии. Можете сами все видеть. Сейчас я ехал на автомобиле, подвеска вся разбитая, все хрустит. Ступичные подшипники все менять. В общем, машина в состоянии в печальном. К ней приезжали, примерно готовы были купить этот автомобиль за 150 тысяч рублей. Значит, вот она, вывеска автосалона. Вот так вот выглядит тот автосалон, который представился ей официальным дилером. Друзья, если вы работаете в этом автосалоне, поймите правильно, я снимаю объективно. Ничего я на вас наговаривать не хочу абсолютно. Мы лишь идем разобраться и посмотреть, какое вы сделаете нам предложение. Почему я решил записать данный видеоролик? Да потому что каждый день до сих пор приходят запросы и серии. Я вот нашел на 300 тысяч дешевле. Блин, казалось бы, да уже всем давно известно, что есть официальные дилеры, есть неофициальные дилеры. Люди пытаются поверить в чудо, что вот он куда-то приедет, ему там повезет, ему сделают хорошую скидку. Он скажет, что мы все дураки, а он один умный нашел автомобиль по хорошей цене. Вот так вот, друзья, выглядит официальный дилер. Галина Владимировна идет за своей мечтой, скажем так. А я вас не снимаю никого абсолютно, я вот ее снимаю. Он меня снимает. Я объясню вам ситуацию. Значит, я снимаю YouTube, у меня есть канал свой. Чтобы вы просто понимали, я занимаюсь подбором автомобилей новых, помогая людям, чтобы кредит правильно посчитать, рейды и так далее. Галина Владимировна был сын, его, к сожалению, нет, он у нее умер, ей 65 лет. Мы сейчас ехали к официальному дилеру и я говорю тоже, Галина Владимировна, тот автомобиль, который вы хотите купить, официально на сайте, стоит 800 тысяч рублей. С вашего салона какой-то человек, будьте добры, дослушайте, я не перебиваю, потом скажите. С вашего салона какой-то человек ей звонит каждый день и предлагает купить этот автомобиль за 440 тысяч рублей. Это центр банка, рекламная агентство, они отправляют салон, с которым... Мне звонил конкретно Борис, вот это чей телефон? Борис, берите, Борис, берите, а 8800 это чей телефон? Берите Борис, узнайте, кто здесь где он находится. Минимально возможная цена это 440. Покажите мне эту машину. Если вы будете соблюдать все условия упаковки. Ну, давайте будем рассматривать. Слой вопрос заключается в том, что нужно сдать машину по программе трейд-ин, машину по программе утилизации, то есть уже 2 автомобиля. Как, 2 сдать надо? Да, да, да. Есть автомобиль по программе трейд-ин, это который стоит денег, и есть по утилизации, который не стоит денег, это называется автоклам. Да. Вот нужно сдать 2 автомобиля, потому что получить минимально возможную стоимость. И также нужно будет у банка приобрести страхование КАСКО и страхование ЖИЗНИ. Жизнь не обязательно. Сейчас, Гарина Надежна, вы не приводите, пожалуйста, пусть он нам скажет условия их. Это обязательные условия. Это не навязывают, это предлагают. Если вас это не устраивает, вы эту программу можете не брать. Да. Соответственно, стоимость автомобиля не будет 440, так как вы не соблюдаете все условия программы. Так. Понимаете, да? Да. То есть, соответственно, если вас это не устраивает, то мы вам можем предложить взамен от 2019 года автомобиль. Но стоимость, конечно, не будет составлять 440. А сколько будет составлять? Гербиканта будет составлять как минимум порядка 800-900 тысяч рублей. Это минимальная цена. То есть, тот мотор, который мы рассмотрим, 1,2. Я конкретно мотор не знаю. Я знаю, то есть, тот ценник, который идет по рынку. В общем, мы возвращаемся в автомобиль, записывая машину, потому что на улице сильный ветер, чтобы вам приятнее было смотреть. Друзья, в первую очередь, конечно, хочу сказать спасибо сотрудникам автосалона. Я им представился и объяснил для того, чтобы у нас не было пустых разговоров. Ребята сразу прямо проконсультировали Галину Владимировну, объяснили, при каких условиях достигается такая скидка. И дали понять, что покупая там условно на честных условиях, там, за наличный расчет, ценник на автомобиль будет 800 тысяч рублей, так как и есть на официальном сайте. То есть, дали понять, объяснили, что это реклама для того, чтобы привезти к клиенту. В общем, все разжевали, дали понять. Галину Владимировну, вот ваше мнение. Вот вы сходили, послушали. Вот до последнего она хотела убедиться. То есть, я не верю, думаю, сейчас мы все решим, приедем, договоримся. Что вы скажете по этому поводу? Ну что, мое мнение такое, что это чисто разводчики, которые привлекают клиентов. Надеясь на то, что клиенты, наверное, не совсем в своем уме и согласятся на их условия. Но зачем им к себе завлекать столько народу? Но люди же не все дураки, наверное, кто-то что-то понимает. И потом даже по их внешнему виду, они даже не тянут на секонд-хенд. Не то, что на нормальный автосалон. Друзья, по поводу внешнего вида, Галину Владимировну имеет в виду по состоянию салона. Просто видно то, что это неофициальный дилер. Но в любом случае, мы поедем сейчас к официалу, послушаем, что они сделают, какое предложение, чтобы понимать, от чего нам стоит отталкиваться. Поехали вместе с нами. Друзья, к чему я вас хочу призвать? В первую очередь, помогайте вашим родителям, помогайте вашим соседям, вообще помогайте людям, кто взрослее вас. Это нужно делать, от вас не убудет. То есть, доброе дело, оно всегда будет полезно. Соответственно, ни в коем случае не вздумайте писать какие-то плохие комментарии в отношении женщины. Будьте взрослее, будьте мудрее, относитесь ко всему с уважением. Мы же делаем для вас полезный репортаж. Вы можете скопировать, поделиться с вашими друзьями, поделиться с вашим папой, мамой, кто постарше, чтобы они посмотрели и не верили в чудеса. Ведь каждый из нас мечтает, мечтает найти автомобиль подешевле на стороне, чтобы он был новый, чтобы он был с официальной гарантией. Но такого, к сожалению, не бывает. Вот так, кто забыл, выглядит официальный дилер. То есть, это брендированное здание, оформленное в комплексе. То есть, два дилера одинаковых рядом с Skoda. И машины, парковка, то есть, чувствуете, да, совсем другой уровень, совсем другой размах. Вот сюда мы и отправляемся. Калина Владимировна, ей 65 лет. У нее есть автомобиль, я вас просто в курс дела ввожу. 14 лет в машине, проект там по 200 тысяч, машинка такая в печальном состоянии, вы, если что, сможете посмотреть, что она хочет. И самое страшное, и самое главное, значит, у нас бюджет на машину условно 400-450 тысяч рублей, поэтому мы просим вас посмотреть что-нибудь достойное из старички. В общем, первое, с чего мы начинаем, естественно, вышел оценщик, который смотрит автомобили, сейчас нам сделал предварительную оценку. Как выяснилось, друзья, по ПТС она четвертый владелец, но приезжают различные перекупы, которые хотят машину купить, подшаманить, после этого продать, ПТС, там остается последняя графа для записи. Что там? Складка битая, что-то была. Ну, это понятно, потому что она четвертый владелец, как бы, не вытянули. Он смотрит в ту сторону. Он был, он же рон, и в ту сторону смотрит. Удар в морду был. Вот, вот тут. Это все ясно, не видно, вон. Как бы, ремонт был качественным, то есть, саморезами в цветце покрашеным. Владелица болельщица Зенита. Так, ну, зад, понятно, тоже битый, вон все складки на полу. Ну, здесь даже по кузову видно, что она вся крашена, потому что все вон, запчасти, детали отличаются. Там двери спереди, сзади. То есть, видно, как вот зад красили, перед красили, а боковые части двери. Ну, я думаю, двери здесь наверняка когда-то красили. Какого она? 2005 года? Ласточка. Надо, блядь, надо, блядь. Поехали. Отправляемся на тест-драйв, послушаем мнение оценщика. Человек опытный, я на самом деле уже не первый раз к нему приезжаю. То есть, так просто совпадает, что приезжаем, например, машину на трейдин. Но они для рекламы, никаких ссылок в описании не будет. В общем, кондиционер не работает, АБС не работает. Естественно, все хрустит, когда руль вправо-влево крутишь. То есть, все это присутствует. Но при этом машина, друзья, едет. Вот, что удивительно, да, заводишь, все, пожалуйста, с полтысячка, как говорится, завелась автомат. По большому счету не пинается. Вот я сколько ездил в режиме D по городу мы катались, то не было прям таких же каких-то жестких пинков, задний передач, чтобы включать, чтобы удар был. То есть, машина едет, умеют все-таки делать так, что машина ушатанная по-хорошему, но живая. Оп, лайфхак. В общем, мы прокатились, идем делать выводы. Сузуки Игни с 4 по 6 года. Даже можно рассмотреть, наверное, если они есть с 3 по 8, потому что в продаже машин очень мало. В силу того, что машин мало, видите, вот, используйте спрос программу, вот, всем известная по объявлениям. Так. Учитывая то, что цены на подобные машины в лучшем состоянии порядка 250 тысяч, за сколько интересно будет кому-либо эта машина в таком состоянии, в котором она есть. Я думаю, что вложений в нее потребуется очень много, и они даже, я бы сказал, бессмысленны. То есть, ее либо добить, либо немного подделать, и все равно добивать уже тысяч, наверное, за 120, она будет кому-то интересна. За сколько ее оценивать при этом. Это сложный вопрос. Я вот, честное слово, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я думаю, что в любом случае согласовывать с руководством принятие данного автомобиля и ориентироваться примерно на сумму от 50 до 70 тысяч, не более. А если кто-то готов за нее предложить какие-то перекупщики, порядка там 150-160 тысяч, то в идеале лучше продать с мамой. Какой-то тут есть подвод. Потому что не может быть она в таком состоянии интересна перекупщикам за такие деньги. То есть, скорее всего... Резина под замену, подвеска под замену, кузов уже не восстановить, на лонжеронах складки он весь сгнил, бампера порваны, скреплены на саморезы, и отсутствуют куски бамперов. Ну, там просто зацепиться не за что. В общем, ситуация следующая. Машину Ориентир оценивают в 70 тысяч рублей. Окей, изначально в 2012 году, когда она покупала эту машину, она хотела Шкоду Фабию. Но приехала она также к серому дилеру, который ей в процессе всего дня предложил купить вот этот автомобиль. Что мы сейчас делаем? Мы заказали Шкоду Фабию. У этого дилера есть она в продаже. Как раз пришла совсем недавно от первого владельца, от юрлица. 130 тысяч пробег на автомобиле. Мы вам сейчас его покажем. Ориентир за него назвали 420 тысяч. Будем торговаться, естественно. В принципе, сейчас это то, что ей нужно. То, о чем она и хотела. Просто так совпали карты. Поэтому подождем, дождемся. Вот этот автомобиль, дилер прямо говорит, выставим примерно тысяч за 100, может за 120 на удачу. А вкладывать они в него ничего абсолютно не будут. То есть, как есть, так они его будут пытаться продать. Актуальностью пользуются на севере автомобили. Вот если его в хорошем состоянии или довести до хорошего состояния, там бы автомобиль, в принципе, быстро ушел. У нас же, в центральном регионе, в Москве, это, не знаю, под проект из серии купить его, взорвать, жечь, еще что-то сделать. Либо, не знаю, может переделать фанат какой-то. Но, по большому счету, машина нафиг никому не нужна. В общем, ждем Шкоду Фабию. Итак, друзья, вот она приехала, Шкода Фабия, красненькая. Значит, автомобиль 2013 года, пробег у автомобиля 130 тысяч километров. Дилер сейчас за него цену называет 420 тысяч рублей. Но, естественно, мы еще поторгуемся. Я запрыгнул на сайты, где продаются автомобили с пробегом. Автомобиль 2012-2013 года в кузове хэтчбэк-универсал с таким же мотором. Здесь стоит 1.6, с автоматической коробкой передач. Стоит примерно 500 тысяч рублей. По кузову, естественно, есть притертости. Дилер об этом не скрывал. Он сразу показал то, что мят капот. Передний бампер под замену, либо под покраску. Ну, естественно, под покраску никто его менять не будет. По кузову, в целом, есть сколы, есть что подкрасить, есть что подделать. Но, при условии того, что мы открываем автомобиль, смотрим его, он действительно в живом состоянии. Я бы даже сказал, в хорошем. По сравнению с тем, что сейчас есть у Галины Владимировны. Что мы сейчас будем делать? В первую очередь, мы идем сейчас поторговаться, пообщаться на предмет автомобиля. Важный момент. Значит, в силу того, что она покупает автомобиль с пробегом, не новый, ставка изменилась. Сетилембанк, это там, условно, тот же самый Сбербанк, там, сторонняя организация, простыми словами. 18% назвали ставку, но при этом не нужно делать никаких кассок, страхование жизни и так далее. На 5 лет сумма платежа 6377 рублей, но переплата 130 тысяч рублей. Я предлагаю Галине Владимировне заехать сегодня в Сбербанк, подать заявочку на потребительский кредит, потому что оценка по автомобилю ее, плюс доплата, 150 тысяч рублей в общей массе получается первоначальный взнос. Пусть вот эту машину мы заберем, например, за 400 тысяч рублей, 250 тысяч рублей ей нужно взять в долг. Соответственно, я надеюсь, что Сбербанк даст более низкую ставку. По машине много чего есть. Она первый владелец, был юридическое лицо, использовался автомобиль в коммерческих целях, на нем что-то ввозили, перевозили. Она в месяц проезжает, 2-3 раза в месяц ездит в магазин, в больницу, если нужно. Поэтому большого пробега на этом автомобиле не будет. Это для нас важно, потому что ей нужно, чтобы 5-7 лет, как минимум, она ездила, с машины бед не знала. Парни, невооруженным глазом заметно, что машина побывала в ДТП. Я пробил автомобиль по госномеру через автокод. Значит, что мы видим? Подчеркиваю, я это делаю даже не для рекламы, просто констатация факта. Вот одно ДТП, 14 расчетов по страховой. О чем это говорит? На самом деле, вот эти вот данные, 14 расчетов, это темный лес. Зачастую какие-то сколы, еще что-то оформляют для того, чтобы получить тупо денег. То есть делают расчеты, предлагают, например, отремонтируются, ты отказываешься, получаешь деньги. Все вы это знаете лучше меня. Значит, внимательно смотрите на желтую часть. Удар произошел в морду. Видимо, где-то то ли притерлись, то ли куда-то въехал. Никто ничего с автомобилем не делал. И вы сейчас видите, в каком он состоянии. То есть вот, отмечается, что это слабые повреждения. И так оно есть на самом деле. Поэтому будем смотреть, будем принимать решения. В любом случае, конечно же, по-хорошему нужно оттащить подборчик, чтобы они еще раз посмотрели весь автомобиль, продиагностировали. Но нам в первую очередь нужно отталкиваться от кредита, от цены. Вторичка, это темный лес. Особенно, когда речь про автомобили до 500 тысяч рублей. Чтобы это была и на марке, и на ходу, и в хорошем состоянии. Поэтому все те, кто по фотографиям решили, что это автохлам, купить не надо его покупать. Напишите ваше мнение в комментариях, что же покупать в диапазоне за 400 тысяч рублей, чтобы автомобиль был в идеальном состоянии. Чтобы он был с автоматической коробкой педали, чтобы был там с минимальным пробегом. И чтобы это самое главное была честная машина. В общем, всем, кому интересно, чем закончится данная история, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Там я все подводки подведу. Сейчас мы отправляемся в Сбербанк, подаем заявление на потребительский кредит, для того, чтобы сравнить. Возможно, там будет ниже процент. После этого берем паузу на один день. Все продумываем. Примем решение, покупать нам этот автомобиль. Или же мы будем искать дальше на стороне. И вот сейчас я вас прошу внимательно послушать и понять, для чего же я записываю данный сюжет. На самом деле я просто проникся ситуацией Галины Владимировны. Вот вы поймите, мне 29 лет, я молодой, да и вы многие молодые. Вот ей 65 лет. 45 лет человек трудится, работает для того, чтобы сейчас получать пенсию в размере 13800 рублей. Она передвигается на откровенном хламе. То есть это не машина. Эту машину уже в идеале нужно просто утилизировать. При этом вот ей сейчас нужно эту машину как-то продать, чтобы ее не обманули в нашей стране. Ей нужно как-то купить автомобиль, чтобы ее тоже не обманули. И при этом, понимаете, ситуация из серии, что мы ищем автомобиль на вторичке, который хотя бы, чтобы был живой, чтобы он заводился исправно, ездил, передвигался. Потому что, как вы знаете, сегодня любая машина новая от 650 тысяч с автоматом и выше. Покупать отечественный автомобиль не хочет человек, то есть имеет на это полное право. Друзья, поймите правильно, что в такой ситуации со временем сможет оказаться каждый из нас. Поэтому я призываю вас помогать все-таки старикам и не забывать про них. Я доведу дело до конца и обязательно постараюсь найти для нее наиболее максимально выгодный и надежный автомобиль, чтобы она на нем каталась и не знала никаких бед. От себя еще раз хочу сказать, что не забывайте о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. И если вдруг вы нашли на просторах интернета очень крутое предложение, привлекательное, что приезжайте, новая машинка ждет вас по самой низкой цене. Друзья, не верьте, везде будет свой подвох. Все нужно проверять досконально и в чудеса не верить. Когда у официала стоит машина 800 тысяч, а на стороне она стоит 450 тысяч, в любом случае где-то вас обманут, мягко говоря. Всем хорошего настроения, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на наш канал, дальше будет интереснее. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok